Здарова друзья! Если вы помните, несколько месяцев назад на моем канале выходила серия видео о таком перспективном блокчейн-проекте как VELOS. В прошлых роликах я подробно разбирал принцип работы искусственного интеллекта VELOS и причины, почему их криптовалюта должна выстрелить. Однако с тех пор прошло уже много времени и у VELOS вышло много важных обновлений и интересных анонсов, о которых я и хочу рассказать вам в сегодняшнем видео. Но для начала, если вы вдруг не знаете, то кратко повторюсь. VELOS представляет собой высокотехнологичный блокчейн, в основе которого лежит искусственный интеллект, помогающий валидаторам обрабатывать транзакции и оптимизирующий работу сети, позволяя достигать большей производительности при низкой нагрузке. При этом блокчейн VELOS все равно является децентрализованным, потому что транзакции в нем подтверждаются консенсусом валидаторов, работающих по алгоритму 8POS, которые предоставили определенную долю монет VELOS для получения права подтверждения транзакций. Но более подробно вы сможете узнать об этом в других моих видео о проекте VELOS. Теперь же давайте перейдем к новостям. Во-первых, у VELOS произошел мощный ребрендинг. И теперь проект имеет новый логотип и полностью переработанный веб-сайт, дизайн которого теперь выглядит очень продвинуто, как и сам блокчейн VELOS. И что самое главное, теперь все разделы на сайте VELOS имеют специальный индикатор, который показывает, на сколько процентов завершена разработка того или иного продукта. Например, если мы перейдем в раздел кошелька, то увидим, что он сейчас готов на 90%, и в нем уже можно хранить биткоин, помимо монет VELOS, а также заниматься стейкингом. Но куда более важным изменением является то, что команда проекта начала активную разработку уже ранее анонсированного флагманского продукта. Глобальной социальной сети на блокчейне, которая изначально должна была называться Vortex. Но теперь название было решено изменить на BitOrbit. Про Vortex я уже упоминал в своих предыдущих видео, но тогда о нем было известно практически ничего. Теперь же на сайте VELOS есть мощная презентация со множеством коротких видеовставок, наглядно демонстрирующая то, как будет выглядеть будущая социальная сеть, и какие у нее будут возможности. А возможностей здесь реально много. BitOrbit будет представлять собой смесь из социальной сети и удобного мессенджера и платформы для обмена контентом. Только в отличие от централизованных аналогов, у BitOrbit будет множество преимуществ, из которых я хотел бы выделить два. Модерация контента и его монетизация. Поскольку в основе блокчейна VELOS лежит искусственный интеллект, то он и будет заниматься модерированием контента в 95% случаев, оставляя лишь самые спорные моменты на усмотрение команды валидаторов. Как и в любой блокчейн-сети, валидаторы будут получать награду в монетах VLX за обработку контента. А результаты их проверок будут отправляться обратно в IE, для того, чтобы еще больше обучать его. Таким образом, пользователи смогут свободно делиться контентом, не боясь, что их забанят или оштрафуют по ошибке или несправедливо. Потому что система модерации тут является многоуровневой и децентрализованной. То же касается и монетизации. В BitOrbit можно будет получать награду абсолютно за все. Вы сможете сделать приватный чат или блог, доступ к которому будет иметь разовую или регулярную плату. А также вы сможете распространять через платный доступ даже отдельные единицы контента, такие как фото и видео. То есть блогеры или даже просто активные пользователи смогут зарабатывать в BitOrbit. И при этом не париться о комиссиях, которые присутствуют сейчас в централизованных сервисах. Помимо BitOrbit команда также анонсировала и несколько других сервисов, которые представлены в данный момент в виде интерактивной дорожной карты. То есть пользователи VELOS смогут голосовать за то, какой проект будет реализован на блокчейне VELOS следующим. В данный момент есть возможность выбрать из пяти проектов. Анонсированная ранее платформа для облачных вычислений. VELOSFARE. Открытая платформа для благотворительных фондов с развитой системой спутникового мониторинга. DPI. Экономическая коллекционная игра с NFT токенами под названием VELANIANS. Marketplace токенизированных произведений искусства VJELERY. И собственная децентрализованная биржа, построенная на блокчейне VELOS. Который, как я уже говорил в предыдущих видео, имеет возможность прямой интеграции с другими блокчейнами, вроде биткоина и эфира. Но помимо этих анонсированных приложений от самой команды VELOS, на ней также смогут создавать децентрализованные приложения и любые другие разработчики. Тем более, что блокчейн VELOS является solidity совместимым. То есть в него запросто можно перенести любой смарт-контракт, написанный на блокчейне эфириум. Ну и под конец хотелось бы отметить, что монеты VELOS от проекта VELOS начинают приобретать и практическую пользу. А не просто быть активами для трейдинга и стейкинга. Потому что с недавних пор популярная букинг-платформа Тревела начала принимать монеты VELOS как способ оплаты за авиабилеты и аренду отелей. Ну а помимо этого, VELOS имеется в листинге большого количества криптовалютных бирж, где вы можете приобрести ее, если верите в проект VELOS. Более же подробную информацию о проекте VELOS вы сможете узнать на официальном сайте по ссылке в описании. А также советую заглянуть в их блог, где в последнее время вышло множество статей обо всех изменениях экосистемы VELOS. Ну а в комментариях напишите, понравился ли вам проект VELOS и будете ли вы в него инвестировать. А на этом у меня все. Покедова!